Кирпичная кладка в подъезде общежития на Труда-9 посыпалась еще вечером 14 марта. Жильцы забили тревогу, на месте происшествия появились экстренные службы. Представители ГО и ЧС установили, что произошло частичное обрушение стены дома площадью 2,5 квадратных метра. Пожарные, ЧС, полиция. И тут вот лестница вся завалена кирпичами. Но я прошла, потом вернулась. Говорю, что случилось? Вот у вас обрушение, пересчитывают людей, на этаже сколько человек живет. Я говорю, а зачем пересчитывать? Будет эвакуация? Но я еще посмеялась, говорю, зачем пересчитывать-то? Чтобы узнать потом, кто погиб, кто не погиб. Угрозы обрушения нет, заявляют специалисты жильцы дома, считают по-другому. Экстренной эвакуации населения не требуется. Тем не менее, в границах территории жилого дома введен режим повышенной готовности. Подготовлен пункт временного размещения на базе школы номер 26. Уточнено количество автотранспорта для перевозки. Ситуация находится на контроле главного управления части России по Забайкальскому краю, а также городских властей и губернатора Забайкальского края. Ой, осторожно только. Вы запиливали, держитесь крепче. Стены у нас шуршат, у нас идет вибрация. По лестнице идут, у нас трясутся стены. Это уже о чем-то говорит. Дом был признан аварийным еще в 1980-м. С тех пор его однажды, в 2005-м, пытались отремонтировать. Но найти следы ремонта сейчас почти невозможно. В общежитии на улице Труда 1968 года постройки живет около 50 семей. То, что дом разрушается, видно невооруженным глазом. Общежитие признано аварийным, но о расселении речь не идет. Утром 15 марта на месте происшествия не было ни экстренных служб, ни представителей администрации Читы. Жильцы подъезда остаются в своих квартирах. Стена продолжает разрушаться. Ирина Трофимова, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Ирина Трофимова, Дмитрий Пенигин.